Пили пивко и решали, на чём поедем с Уздами на праздник огурца. Да уезжаем. Да что ты, блядь, делаешь? Я не могу попасть в первую, третью. Вот эта кулиса, это худшее, что есть в этой машине. Илюк уже не совладался в униках. Он загорелся идеей найти какое-нибудь другое витро на автомате. Какая красота. И это за 50 тысяч рублей. Еду без рулевого управления. Он как-то странно едет теперь, понимаете? Как будто в раскоряк колёса. Лево-вправо. Короче, купили с Максом вот это вот и вот это вот в складчину. У обоих проблемы с доками, по техничке нюансы. Но, короче, я это даже умудрился убить. А Таурус оказался гораздо живее, чем я думал. Вот он по технике прям булочка. Для чего нас забрал этот худ совет? Чтоб нашу молодёжь оградить от бег. Единогласным должен получиться ответ. Нужна нам всё же дискотека, да или нет? Не спорю, дискотека. Ёпта. Ехал, блядь. Как ты ехал? Хучит. Ну вот это, наверное, произошло как раз у меня во дворе. Это вот фаталити прям. Ну его, видимо, выломало от этих нагрузок уже в последнее. Не выломало, а вырвало. Какая разница? Пацаны, чтобы вы понимали, подрамник просто вышел с их криками. И я чуть меда не отправил в Суздаль на этом. Хорошо, что это произошло здесь. А его вырвало почему? Сгнило. Крепёж сгнил там? Дырки вот эти. Блядь, зайки, блядь. Ну вот там, в кузове. Зайки, блядь, сгнили. Ага, понял. Это я тут много поразглядывал. Все эти последствия. Ну то, что закладные сгнили, понятно. А вот причина, почему у нас потерялась связь руль с колёсами. Кардан сказал адьёс. А если быть точнее, Гудбай Америка. Гранично. Тут что-то вот, как-то мне все это не нравится. Что-то за шуба валяется. А, понятно. Тут что-то вон, какой-то контакт. То ли датчик висит. Все обоссанное. Оба поддона. Что коробки, что моторы. Рейка тоже как бы ссалась. Прямо через дырку в чехле. Справа, тем не менее, все живо. Выхлоп. У нас висит какой-то распятие. Резинка трусов держит, получается, весь выхлоп. Единственная причем. А, нет, не единственная. Вторая вот еще поцелевая. Даже не хочу вдаваться подробностям. Все за регулятор. Вот наша замечательная банка. Слушай, чужие слабости надо уважать. Ну что, чуваки, вот и Гульман вернулся. Его сладкий зак совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Гульмана горить. Он снова спасет нас. Не третий его в корень. И вы, сакуны, подраздачи вставайте. Пулкан свой сбрюк доставайте. Давайте. Нигде не уйти вам от гнева Гульмана. Найдет вас он даже под юбкой у мамы. Короче, парни, сейчас пришлось много покопаться в жопе у этого Меркурия, чтобы заново подтянуть под домкратник. Вот такая система из гаечи была запилена. Под домкратник стоит на своем месте. А долго ли это мы уже не узнаем. О, наш век хватит. Бэтмен грибил, спайдермен пидорпил. Гульман герой, он всех нас любил. Рыжий ранет, капот, смертолет. Всех вас вверху, Гульман в ротов. Да, гайз, Робокоп снова в строю. Но пока время, потому что вот еще нужно доделать. Как видите, все обросано. РБ у нас в ошибочке. Из-за того, что тут руль вертелся, как говно в проруби. В общем, нужно было убрать с территории. В срочном порядке мужики поставили его на ход. Руль сейчас совсем неровно. Но оно на ходу. Снова на ходу. Надолго ли не знаю. Лёва мне вообще сказал, что отвал подрамника, это регулярность Тауруса подобных. Блядь, а руль, по-моему, плавает, да? Ну, а то с люком, с комфортом. А, чтобы менты меня сейчас не стопнули. Ибо у меня прикрек. Так, опа. Вой. Чего-то он это, мечется между передачами. Климат выключен, а жаром хреначат. Но он едет. Тормоза, конечно. Я уже забыл, что наполовину отсутствуют. Но, тем не менее, оно едет. И с этим можно будет даже немного поработать. Сегодня вечером нужно будет снова в сервак, потому что кардан накинут как временное решение. Его разбило к ебене матери. Поэтому нужно будет поискать другой. А найдем ли мы его, вы узнаете. Наверное, прямо сейчас. Парни, короче, заехал на разбор Патаурусов. Тут карданчик. Можешь посмотреть для сравнения. Ездить. Тут, оказывается, еще один Меркери. Я думаю, у меня последний остался. Это этот Дорис. Можно даже обзор запилить. Все же яйца, только в профиль. А чем отличается внешне? Внешне, по-моему, толком ничем. Нет, это кара. Отличается люстра. А, ну люстра, да. Смотрим, что нет. По штампу. Тут другая торпеда. Ходовый замок тот же, смотри. Да, ну это ЛС, кстати. Железо здесь родное. Ну здесь победнее. Ну это ЛС. У меня прямо роскошь и комфорт. Это ЛС такой средненький. Что это за слово? Ой, ну здесь как-то прям совсем прям все проще. Климата нет. Без климата ткань конгей. Но здесь есть обогрев лобового стекла. Что мало. Стекло родное и без трещин. Из-за того, что на улице хромилось, было местами облесший лак, перекрашивалось. Но железо здесь все разное. Вопрос цены. Кстати, машина по сути в одних руках. Родственника один, ну он уже покойный, ездил в Нью-Йорк в 93-м году. Там покупал на аукционе. Она просто приехала в 93-м году. С 93-го по 95-го чуть-чуть покатались. Там бандюки таскали на буксире коробки, добили. Ты отошел на два шага назад, а ты не спеша отдаешь мне коробку. Вандалы даже в 95-м году еще дверь погнули. И с 95-го до 2002-го года вообще стояла в гараже. Году в 2004-м сделали коробку. И в совокупности пробег у нее по России не более 10 тысяч километров. Про говно, блядь. Про эту хуйню, малахью. Что ты несешь-то вообще? Эпичное завершение знакомства. Совместная фотография. Человек ваху. Даже снимает видос. Он тоже думал, что, скорее всего, у него в руках последний сейбл в России. Но нет. Что нужно еще для счастья? Жаль, конечно, этого добряка. Мужики, сегодня 23-е июля. Адская жара. Плюс 32 градуса. Из-за того, что у меня не стоит защита, которая обволакивает этот рулевой кардан. У меня весь жар из моторного отделения идет прям мне в паховую область. Поэтому приятного от этой поездки я испытывал мало. Чтобы вы понимали, что я сейчас испытываю. Меня просто обдувает жаром из-под капотки. Правая нога, скорее всего, уже спеклась. И там какие-то свои микроорганизмы дует где-то там. То есть, скорее всего, вот те дырка вокруг рулевого редуктора. Вот, собственно, защита, которая должна его обволакивать. Вот кардан. Но это новый. Рулиться, конечно, сейчас отвратительно. Слава богу, я не отправил на этом Мэда никуда. Зачем мы это взяли? Боже. Но, тем не менее, если это поддать ЖАЗу, то оно даже неплохо едет и имеет хорошую тягу. При том, что у нас 2 тонны веса. Как бы не влюбиться еще вообще? После этой встречи мне стало интересно. А действительно ли так мало осталось сейблов в России? Для этого я, как обычно, зашел на дром и удивился. На дроме нашлось сразу несколько сейблов продажи. Поэтому, если вы тоже хотите вкусить американское вкуснятино, иди на дром. Ссылка за крепик от видоса. Оп, и мы заспаунились в Опнинске. А с нами и каким-то чудесным образом Таурус. Я думал, Таурус сейчас пустит Макса рядом с домом. Но он заспаунился тоже в Опнинске. Его товарищ начал перегонять. Проехал полпути, а она встала. И что интересно, я напомню. У нас учет-то как раз-таки Калужская область. Он как раз прописан здесь. Здесь, да, человек на связи. То есть... А, он на связи, да? Да, мы можем к нему поехать. Но... Зачем? Просить, чтобы он снял запрет. 20 минут later... Блядь, выходи отсюда, сука, сука, всю нахуй, блядь! Ну, главное, что у него еще подрамник на месте. Собственно, почему я вообще сюда вернулся? Дело в том, что нам с машинами отдавали запчасти. И они оказались в Таурусе. А мне срочно понадобились колодки. Причем я даже не знаю, какие здесь колодки валяются. Если сейчас окажется, что колодки не те, я буду очень сильно кричать. Потому что я приехал, получается, зря. У меня сейчас стоит Меркьюри разобранный, без тормозов. И чтобы мне сегодня его собрали, нужно было срочно найти колодки. Передние колодки я нашел на Кунцевском рынке. И мог их забрать там за 2000 рублей. Но я потом узнал, что нам отдали эти колодки как раз-таки на Меркьюри. И вместе с ними аморты, которые я искал. И нашел только в багажнике пружину, собственно говоря. А оказалось, что они все лежат в Таурусе. А Таурус в Обнинске. Четко. Самое главное, я вам не упомянул, почему я сейчас пошусь с Меркьюри. Дело в том, что праздник огурца-то уже прошел. Мэтт в итоге поехал на собственной машине. Ни на Волге, ни на Сейбле. Не сложилось, потому что в самый последний момент, как вы уже видели, Меркьюри обосрался. Кстати, в течение этого праздника огурца Мэтт мне писал, что на него нахлынула тоска. Он очень сильно жалел о том, что вообще продал Волгу. Не то, что продал ее мне, а в целом то, что отказался от этой затеи. И захотел ее выкупить обратно, как минимум для того, чтобы поехать на праздник огурца уже в следующем году. Но в машине уже были проделаны некоторые работы со сцеплением. Корзина сцепления, гидропривод перебран, косяки по колесам устранены. В общем, машина мне встала где-то в 70. И я ее отдал с учетом даже шиномонтажа на Меркьюри в ноль. Это бизнес. В зачет был принят Меркьюри за 50 тысяч рублей. То есть за сколько мы его купили, за столько он же и учелся. Брать Меркьюри, конечно, в этом состоянии было не самой удачной затеей. Но как-то нужно было выходить из сложившейся ситуации. Потому что все-таки Мэдувов рекомендовал взять я. Но решение брать его принимал он. И, в общем, совместным консилиумом было решено обменяться Волгой на Сейбл с доплатой в 30 тысяч рублей. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Мне это вообще никак не выгодно было. Ну, и сейчас мы узнаем, не зря ли я приехал в Волгой. Блять, это задние, что ли, колодки? Я надеюсь... Стой, нет, стой. Да, это задние колодки. Их, кстати, я не мог найти вообще нигде. А передние? Передних нет, да. У тебя задних вообще сейчас нет? У меня вообще никаких колодок там нет. Так, аморты. Это тебе? Да, естественно. У меня там, блять, пружины есть, а амортов нет. Какой смысл у менять пружины, если у меня мертвые аморты? Ну, короче, в целом уже не зря приехал. Задние колодки есть, сейчас придется, значит, в срочном порядке заезжать на рынок. Брать передние за 2 тысячи. А, да, и, кстати, самое главное-то я вам не сказал. Мэтт взял Волгу для того, чтобы на родной 402-й ЗМЗ инсталлировать автомат. А что идеи? Сначала мы обсуждали идею установки свап-комплекта какого-либо из типовых решений от Тойоты. То есть это либо там V8, либо там шестикотловая. Но потом он вообще начал говорить, что надо что-нибудь простенькое, мне вообще не надо, чтобы оно ехало куда-то хорошо. Потом я ему говорю, слушай, так я сколько видел отчетов по поводу инсталлирования автомата на родной 402-й или 406-й инжекторный мотор. Был проведен поиск слесаря, который возьмется за это дело, был найден, как только я отдал Волгу обратно. Она поехала как раз уже на переборку мотора зачем-то, точнее его вскрытие, для того, чтобы узнать, стоит ли вообще туда что-либо устанавливать, кроме родной коробки. Но вскрытие показало, что мотор не в идеале, но все же в целом пригоден для свап-комплекта. Сотрудники ДПС, быстро перелесните эту сториз. Меркурий снова на ходу. Я даже музыку ему сделал, переделал провода, переплюл, так сказать. Airbag у нас мигает, что-то хочет нам сказать, чек не горит, пока. А он иногда просыпался, машина исправна, руки, к сожалению, чутка не по курсу, но это уж надо сходу разваловать. По-прежнему задних стоек, по сути, нет, надо менять, пружины в багажнике, тормоза теперь есть, еще бы задок перебрать. Тормозной системе, все замечательно было бы, ну как он валит? Рискнем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, страшно немножко. Уборка в Меркурии идет полным ходом, музыка играет, и я тут в бардачке решил прибраться. Смотрите, какой здесь ландайк, кладезь хитов. А у вас наутилусов крылья есть? Дед, я так понимаю, любил еще послушать сказочки народные, но кроме того, послушать звуки пустыни, гор. Причем, приправив это наутилусом, еще инструментал какой-то. И the best of the best, пацаны, прикиньте, что нашел. А, причем это не просто обложка, действительно, кассета на месте. Пришла, наконец, пора убираться в Меркури. И я тут под сидением обнаружил вот такой вот листочек. Пока ничего более интересного, кроме кэшбэка, не было замечено. Но вот это действительно артефакт. Смотрите, я без понятия, что конкретно это означает, потому что здесь вообще ничего не заполнено, я смотрю. Но, с другой стороны, информация прямо относится именно к этому Меркури. И это все он дизайн. Пауэрсис, ну, видимо, комплектуха. LS. Да, это у нас Sable LS. Отмечено, что у сидения есть поясничный подпор. Умбр. А вот это что у нас такое? Type Bucket. Ну, вот здесь, кстати, справедливости ради, американцы не насвистели. Ведро то еще. Я тут его сейчас только что помыл. Снаружи лучше сильно не стало. Только грязь после сервиса смыл. Занимательный артефакт. Ага, да-да-да-да, точно. Это у нас получается какой-то чек-лист, именно пассажирское сидение. Ну, Power Seed, оно получило только в плане Лумбара. Такой вот мой инглиш. Интересно, а под водительском такое сохранилось, нет? Ну что, guys, мне зашел очередной русский Resale. Меркури Сейбл нашел своих новых водительцев. Я даже не ожидал, что такой ажиотаж на него будет, ибо выложил с намерением его продавать неделю, две. А по факту, мне просто срывали телефон. Целый день что-то звонили-звонили, и в итоге у меня была целая очередь на утро. Но приехали ребята, которым он оказался еще нужнее. Что чувствуете по поводу приобретения этого чуда? Что чувствуем, блядь? Куча геморроя. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Какие планы на него? Планы? Вариантов два. Мы либо поступим по-пидорски, выставим и попробуем заработать денег. План прост, потому красив. Уважаемый. Если мы едем, и мы успеем доделать нашего Кадиллака Севиля, то мы будем приводить его в идеальное состояние. Парни вообще по мостикам угорают, но также угорают еще и по-американскому. Да, ровно Мото Ярославль. Если что, сеть по всей России, звонить в пищу. Ха-ха-ха, интеграция. Интеграция божественная пошла, но она в сделку не входила, поэтому я это вырежу. Ах ты сучонок. Ну что ж, Гайя, все расходы и доходы вы видите сейчас на экране, когда шел русский ресейл. Ему вот подвесочку сзади только сделать, тормозилки там оживить. Выхлоп, да. Удачи, парни. Произошел русский ресейл. Тем временем мы вовсю маслаем нашу Карину. Забегая вперед, скажу, что бюджет этого проекта на данный момент уже тупо удвоился. Но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас лишь упомяну, что между маслами я умудряюсь ее даже немного эксплуатировать. И раз уж на то пошло, не стоит забывать, что масло в Карине менялось черти знает когда. Мы его, конечно, после первого пуска слили и залили что-то простое, так сказать, на роль промывки. Но настало время залить действительно достойное моторное масло, которое спасет и сохранит наше раритетное турбосердце. На роль такого масла у нас есть Рейнвелл Оптимум 540. Кто не знает, Рейнвелл это немецкий производитель, выпускающий масла и автохимию для профессионального обслуживания техники, который теперь стал доступен участникам. Оптимум 540 синтетическое моторное масло с увеличенным ресурсом для бензиновых и дизельных, атмосферных и даже турбированных моторов. Комбинация базовых масел на основе технологии синтеза и пересадок нового поколения снижает нагрузку в местах трения и обеспечивает защиту от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок. А если в вашем Редване еще живы катализаторы, можно не бояться их испортить. Рейнвелл Оптимум протестирован на выхлопах скатами. Все чики-бомбойник. А найти это масло, вы можете по ссылочке в описании. Нашел там шприцы и обосранные шорты, но мой взгляд приметил один артифакт, я раскопал его. Тут еще отгружено почти полмашины. Вот так выглядит музей в июне 2022 года. И москвич наконец будет замаслен. Смотрите, что произошло. Пару недель назад я оставил перед ним турку. И что сделала дурка? Она на ручнике тупо скатилась в говнича. Сука, у меня нет комментариев. Ну, какой же молодец. Ну, я думаю, говниди у нас не сильно потерял вот этого в цене, учитывая его превосходнейший покрас. Хотя вот жалко все-таки, потому что вот эти элементы оказались в родне. То есть его многолетнюю пыль по весне смыла, и оказалось, что у нас большая часть говнича все-таки в родне даже. Родной окрас, вот. Я не знаю, по какой причине дед малевал кистью. Все-таки 60% говнича в родне, посмотрите. Обидно, печально, досадно. Но вообще похуй ее. Напомню, чем у нас закончились последние маслания. Закончились тестовой поездкой и попыткой доехать своим ходом до музея. Но она обернулась полнейшим провалом и вызовом эвакуатора, с которого говнич и сгрузился еще в ноябре месяца. И я его даже не трогал. Все, почему? Да потому что эти ссаные ручки, которые дед заколхозил сюда, они не работают в минус. И вкупе с моим нежеланием вообще к нему подходить зимой, я, собственно, и забивал болт на маслание. Что с топливоподачей? Оказывается, мне намекнули, что жигулевский бензонасос, который я проинсталлировал, не ставится болт он. То есть не просто взял и поставил. Нужно еще подложить кучу прокладок в соответствии с выступом вот этого толкателя. И шток здесь довольно длинный и ходит у нас там до 6 миллиметров, что ли, в отличие от жигулевского. Но тут еще есть такой фактор, что жигулевский насос гораздо более производительный, чем москвичевский. Учитывая тот факт, что шток проходит довольно большой путь от своей начальной точки до конечной. И таким образом карбюратор просто нахрен заливает и выбивает иглу. У некоторых даже, я слышал. Так вот, чтобы этого не происходило, вооружился штангик циркулем. И начал добиваться, кстати, с помощью кривого стартера в одни руки нужного выступа толкателя. В минимальном положении он должен составлять 1-1,5 миллиметра. Тяжело. Ну и сейчас вот я подобрал их по-быстрому. И будет, видимо, произведен пуск. И еще зима не прошла бесследно для трубки на так называемый расширительный бочок. Он же баночка для мочи. Ну, в общем, почила, так сказать. Так, пацаны, я его таки уже запустил. Прочихался, проперделся не с первого раза, но завелся. Сейчас я вам покажу, как бы, как это все работает, но разбираться уже буду завтра. Так, у нас нигде ничего вроде не сочится? Нет, сочится что-то. Да, боссолусь опять. Вот, осол весь вытек походу, потому что я посмотрел в радиатор, там нихера нет. Смесь ему тоже иногда не нравится, но с этим тоже уже поработаю чуть попозже. Главное, оно вроде как запустилось и как себя будет вести с таким количеством прокладок под бензонасосом. Покажет тест-драйв. Я, кстати, забыл даже, что он запускается у нас не с ключа. А, нет, смотри, с ключа уже запускается. Ничего себе. Соединение проводов это делал. Видали? Даже с полуоборота заводится. Автомобиль, музейный экспонат. На холостой ход производительности сейчас хватает. То есть там, на самом деле, мне кажется, только треть производительности, которая только может вывести от бензонасоса, нужна этому мотору. Все остальное идет в перелив. Так, не забыть, мы потом еще кренчатку опять насадим. Как вы помните, при прошлых масланиях у нас это сделать не получилось. А на газ как мы реагируем? Ой, газ полностью нажимает. Походу, не долив теперь. Упоскорительным нормально. Ой, ну, завтра я, наверное, немного махну конфиг этих прокладок. Потому что даже от тест-драйва пока речь не идет с такой реакцией на газ. Ну, на холостом ходу оно работает. Так много вопросов, так мало ответов. А там у нас пацаны Балундра. Заливают камеру там, на дросселе вон. Валяется на пляк. И уровень, смотри. Это не дело. Мне кажется, все-таки надо еще прокладочку накинуть. Хотя бы 0,3. И там видно будет. Насос на месте. Клемму накидываем. Будем смотреть, что из этого получилось. В правильном ли я направлении двигаюсь? Так, без подсоса до сих пор запускается. Сейчас уровнем. Наталья ему такая же шляпа, пацаны. Как я не хотел 126-й резать. Честно говоря, я до сих пор ни одного 126-го, по-моему, не вскрывал. Не твой уровень, дорогой. Когда-то это должно было произойти. Сейчас газик нажму, если будет то же самое. Ну да. Да? Ну, давай, с подсосом-то хотя бы. Что ему не нравится? Неужели сам бензин не нравится? Маслание приобретает все более углубленный характер. Смотрите, где замок? Замок снят. Почему, собственно, дед вывел здесь вот два красных провода? Да потому что там контактная группа, походу, говно. Собственно, я сейчас попытаюсь все-таки оживить эти самые контакты. Если после этого ничего не изменится, ну, значит, хер бы с ним. Буду дальше шевелить провода вот здесь. Потому что в последний раз, когда я пытался пустить, я вообще уже минут 10, наверное, наломал голову. О, хрен ничего не происходит. Даже с этого долбанного провода, который вот заведен здесь на заколхоженный амперметр. Собственно, видимо, из-за полудохлого замка. Еще одно промежуточное включение. Значит, поменял одну свечку. Оказывается, из четырех одна не работала. Вот, собственно, и она. Вся сырая была только что. Здесь, благо, у деда запасы-то богатые. Довольно быстро нашел ей замену. Лежат, причем те, которые должны быть, А20D. Поменял, работает гораздо лучше. Но, за одним исключением. А что это у меня дроссель, что ли, заклинило? Нихуя не понял, что сейчас было. Да, газ подклинил, смотри. А почему он клинит-то? В этом положении взял и заклинил. А вот его стандартное положение, вообще-то. Короче, теперь у нас не 3, а 4 котла на связи. Барахтается уже гораздо, мей. Урвень, ну, я не знаю, ну, нормальный. Походу, надо встать. А эти пищелоны стреляют. Резкий газ нажимаем. О, видишь? Э, э, э. Блядь. Говнищ пошел в разнос. Короче, кота-бабуня, видишь? Опять дроссель заклинил. А еще он обоссался. Что я еще заметил-то? Смотрите. Газ выжимаем. Здесь носик ускорительного насоса. Вон он. А из него... Никакая. Ускорительный насос у нас не работает. Собственно, из-за этого-то у нас она и проваливается при резком дросселировании. Как же я не хотел этого делать, но мне придется вскрывать карм. Сука, ебаный иш. Экскумация москвича превратилась в экскумация 126-го карбюратора. Что мы увидели при первом рассмотрении? Полумертвая игла. Она вроде как и работает, но вот смотри, поплавок. Оп. Досталась, да. Еле-еле. Но если смотреть за ним внимательно, то есть, смотрите. Ну, сейчас она, кстати, более-менее еще расшевелилась. Но когда я только снимал, мне пришлось прямо ее обстукивать, чтобы она ходила хотя бы в своем седле под своим весом. То, что упирается в язычок поплавка. Там, походу, мне кажется, столько дерьма уже. Не очень адекватно себя ведет иногда. Ох, запах непередаваемый опять. Смотрите, что за прокладка такая? Что это за, блядь, овалы? Вообще, не от этого карба, походу, прокладка. Либо самопал. Почему дед такие вырезы сделал? Вероятно, это под другой карб. Либо около того. И вот что, примечательно. Вы видите вот этот вот болт с каким-то гвоздиком стопорным? Какая-то хуйня в плохой камере на месте него. Что оно здесь делает вообще? Его здесь не должно быть, непонятно. Выглядит как стержень вот этого экономайзера. Разберемся, в общем. Сейчас попробуем снять носик ускорительного насоса. Продуем его и посмотрим, как будет работать насос после этого. Дальнейшее вскрытие показало нам, что в поплавковой камере насрали. Вот тот, кто насрал поплавковую камеру, насрал не только туда, но и мне в душу. Потому что карбюратор оказался для 408-го мотора. Я напомню, у нас 412-й. Это я понял по жиклёрам, которые здесь стоят. Чек-то он фу. Ну, как бы здесь даже... Я бы просто вам сказал, от карбюратора 408-го. Что если бы буква К126-П была бы, сразу бы понятно было бы, что это 408-го. Здесь нихера нету. Ни Н, ни П, нихуя. Здесь должен стоять К126-Н с соответствующими диффузорами, жиклёрами. А здесь у нас стоит, по всей видимости, К126-П. По всем признакам. Пёс! Мало того, что здесь ускорительный не работает. А здесь что, прокладки никакой не должно быть? То есть вот я вижу теплоизоляционная проставка, да? На ней уже отпечатался карб. А что, здесь не должно быть никакой прокладки, что ли, между ней и карбом? Что здесь нихера нет. Да, и ещё, собственно, на П-шке вот такой дроссельный узел с вырезом между дросселями. Парни, не там смотрел, короче, оказывается. Паркировка-то здесь, на крышке. Сейчас снял и увидел, да, действительно, К126-П. Каких целях ДИД сюда закарпунил именно этот карбулятор? Непонятно. И вот теперь у меня сейчас и стоит вопрос. Спраться ли за восстановление этого или искать другой? Потому что, ну, этот карбулятор здесь стоять не должен. У него другие итерировочные данные. Я уже хотел было ругаться, потому что, чтобы достать этот трипод, выполняя роль экономайзера и ускорительного насоса, нужно снять корпус дроссельных заслонок. Я думал, сейчас придется потрахаться, но нет. В принципе, довольно все легко снялось. Ну, прокладка, конечно же, не выдержала таких приключений на старость лет. И в канале ускорительного насоса я обнаружил вот эту. Визуально нормально, но на самом деле она порвана. Манжета ускорительного насоса, которая, собственно, из-за того, что порвалась, и остается в канале, вместо того, чтобы быть всегда надетой на поршень ускорительного насоса. Пацаны, я спасен. Нашелся ремкомплектик от Волговского, 126 ГМ. Да, вот тут нашлась как раз-таки нужная мембранка. Глыжаль здесь нет, уже кто-то ее здесь заюзал. И прокладка. Прокладка, к сожалению, не подойдет. Смотрите. Вот видите, она перекрывает ускорительный насос. А может ее просто порезать? Ничего не будет, я думаю. Пацаны, короче, я тут все-таки навел некий фэн-шуй для карбюратора. И сейчас будет первая поездка за, получается, 8 месяцев. Я смелый. Даже где-то красота. Походу мотор за 8 месяцев стало плохо. Ну что красивое, поехали кататься. Селедка просто под шубой какая-то. Она же груженая. А как ты ее сейчас на подъемнику будешь вешать? Она же перевесится. Тебя вообще никто не спрашивает. Парни, я вам могу сказать, что прогресс налицо. Он хотя бы... Поехали. Поехали. Тут надо осторожно забывать, что это же москвич. Они здесь пальцами закрываются. Еду в сервак. Я понял, что он спокойно доедет. До места назначения, по крайней мере, доковыляет. Главное, его не перегреть за эти 5 минут и не джазовать. А там же, будь что будет, стоит мне распаковка всего стаффа, который мы нахабаривали. Вместе с ним продажа и приведение в порядок тормозной системы вместе с фэн-шуем в салоне. Сколько это целесообразно, вы узнаете довольно скоро. Если быть точнее, прямо сейчас. Ну и вот, наконец-то, мы начинаем уборку этого говна. Натемаем перчатки. Блять, он ёбаный волшебник! Ну, здесь лежит мост в сборе задний. Помнишь, что, да, тут мост новый был? Колокол, коробки, корзина валяется, какая-то уже прожавевшая. А вот это уже что такое? Вот это интересный вопрос. А, вон генератор лежит. Ну, это всё, это машина чистая, так. Просто мусор продать и... Никто не спиздил. Машина-то открытая в сезюме стояла. На кой надо? Обычно их покупают штуки три и собирают из них один живой за пять. А какие рабочие? Ну, я думаю, рабочего неспроста здесь лежал. Наушники можно подключить даже. И трубку телефонную, зачем? Нахуй, извините, зачем это всё нужно? Барахолка открывается. Значит, что у нас было найдено на просторах москвича? Наконец-таки я увидел впервые пустой багажник. В салоне чуть-чуть, правда, сейчас лежит встав, но там я уже знаю, что. А вот что было в багажнике, я без понятия. Что мы же просто переложили всё содержимое шкафа в багажник. И здесь что нашли? Нашли мы здесь вот такие интересные вещи, как комплект недоделанных колпаков. То ли это из винила сделано, то ли что. Нет, это не винил, какой это винил. Это, слушайте, даже не знаю, металл какой-то покрытый. Очень легко царапающиеся вещи. Собственно, оно чисто по размеру диска. Вы что хотите послушать? Можно, пожалуйста, Майкла Джексона? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке? Саня? Смотрите, вот, блядь, щётка по диску вошло. Как это ещё должно быть доработано? Возможно, дед не продумал ещё до конца. И, к сожалению, скоропостижный сип утеряно. Но мы, по крайней мере, не нашли. Честно, теоретически, судя по этому варианту, один есть такой, прям вот пробник. Дед с её шкурочкой потереть. Ну вот, ты испортил демонстрационный... Да нет, видишь, вот, можно растереть её, она получится зеркальной. То есть это определённо есть какой-то сип. По мне, максимальный тронус. А кроме этого, у нас был закарпунен данный стоп. Колокол, несколько генераторов, корзина. Вот эта штука вообще отлетает. Рычаг. Один, второй, третий. Да, у нас же проблемы и с помпой, и с бензонасосом. Но прикол в том, что у нас они были даже в багажнике. Вот новая помпа. И вот интересная вещь. Новый бензонасос, но доработанный. Вы видали хоть раз такое? То есть здесь закарпунен радиатор. Он никогда, типа, не перегреется. Ну а кроме его, ещё есть оригинальный. Полностью новый, оригинальный москвичёвский бензонасос. Я узнаю об этом только после того, изрядно намучился с жигулёвскими прокладками и бензонасосом. Вот, смотрите. Новый бензонасос на Москве. Дворники, это уже молчим. Поворотные шарниры, ступица. Какие-то ценные детоли выставить сразу же в продажу, а всё остальное скинуть в метал. Сырчатки новые, кстати, вам понравились. Поверли в шок. Смотри, 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 это ракодли, как это называется. Торопёс. Вот это панч! Это сварочные? По идее, оно должно быть набрать. Нет, бля, зимние. Тут ещё и новые, просто сварочные есть. Вот такой став. А пахни як. Соком. А кроме этого, ещё было, ну, почти столько же мусора. То есть мы сейчас уже это выкинули, но я вам покажу, пацаны. Я должен... Так вот, вы понимаете, да, куда мы идём? Вот три четверти содержимого этого мусорного бака только что томилось в москвиче, а причём настаивалось на протяжении 8 месяцев, а до этого ещё лет 20. Мои руки пропахли говном. Судя! Судя! Пацаны, приехал полудит, экспорт ном 412. Он у меня сегодня закупился. О, он, кстати, сейчас смотрит полуось. И он уже приезжает второй раз, пацаны. Уезжал он с деньгами. У него кончились деньги, я его обчистили. У нас, ребята, бизнес легальный. В прошлый раз он приехал ко мне и оставил 8 тысяч. А сейчас ещё 6 оставит, потому что вот этот стартер у меня купит. Мост и полуось, который я сейчас смотрю. Спасибо, деду. Ну, прикольный, конечно, вентилятор, но, жалко, 600 рублей. Ну, хотите, за 500 забирайте. Антенну? Не, антенну, конечно, телевизионную. Почему телевизионную? Это радио. Видите, я вот сейчас найду информацию про неё. Ого! Сам хочу посмотреть. Да, интересно посмотреть. Ого! Вообще идеально работает. Но он новый. Ох! Как этот звук такой, да? Ну да. Чётенько, да? Чётенько, да. Не плохо так. Надо брать. Давайте за 400. Ну, давайте за 400. Хорошо. Так уж и быть. Для 900. Да, всё, всё верно. 3 900. А стартер не будете брать? Ой, подожду пока. Подождите пока, да? У меня просто есть ещё запасные. А этот новый. У меня тоже новый. А у вас ещё новый есть. Эх. Ой, пожалуйста. Пацаны, вот он. Покупатель дня. Для пацаны, побольше ли у меня таких покупателей? Ну что, мои юные любители старинных. Значит, порешали мы некоторые вопросики с говнючом. Что у нас было? Карбюратор стоял, как вы помните, от 408. Я таки закарпунил после некоторых манипуляций и понятия, что с этим карбом уже делать что-то бессмысленное. Говно, карп, он здесь не должен стоять. Он не рассчитан под мотор 1.5. Собственно, в салоне нашёлся родной карбюратор, который мы вытащили из аналов, там, из шкафа. И он в очень неплохом состоянии. Дед, скорее всего, вёл работы по уменьшению расхода. И, собственно, из-за этого и поставил карбюратор от 408 с маркировкой P. А вот это у нас есть 126 с маркировкой M. На нём он едет пиздец как. Я даже не знал, как москвичи ездят до этого момента. Даже не подозревал реально, что машина динамичнее, чем Жига. Я чё-то не понял, блин. Ты чё-то прикалываешь, что ли, чё, блин? Ну, по крайней мере, это чувствуется эмоционально. Почему я сейчас разглагольствую? Да потому что мы ожидаем, пока застынет герметик. Дело в том, что машина у нас кипела. Я заменил термостат. Ну, по всей видимости, дедушка притягивал очень сильно вот этот вот фланец, где стоит термостат. И из-за этого, после замены моей термостаты, он начал пропускать тасов вот этот вот фланец. Поэтому я сейчас снова всё демонтировал. Посадил в лучших традициях на герметик. Неправильно, ёбаные волки! Ожидаю ваших гневных комментариев по этому поводу. Но у меня другого варианта не было, поэтому так уж и быть потерпел. Теперь у нас стоит задача задетелить говнища. Наконец-таки дошли у нас руки до этого. Давайте скорее поконим. Максон вообще на вот этом сейчас поедет, будет меня снимать. Оно перед тем, как мы начнём пылесосить и драйвить салон говнища, нам нужно чуть-чуть его доокупить. А доокупить его сдачей металла в пункт приёма металлолома. Короче, керня какая-то происходит. Ты видишь, он отстреливал и что он под конец ещё исполнял? Короче, он всё равно почему-то голодает. Вот сейчас посмотри на уровень под плохой камеры. Это ещё чуть больше он стал сейчас. У нас, кстати, опять что-то потекло, вот. Походу, помпу нам продал дефект левый пущевизин. Из-за этого он уехал, играет. Найс! В общем, как там едет? Вы увидели на полной дросселе? Больше этого делать не буду. Но поехал хорошо. Я когда попробовал с той же скоростью ехать, у меня чуть-чуть дух захватывало. Честно тебе скажу, мелочи нет. А сейчас обидно было. Честно, не знаю, честно, не так. Почему у него не хватает топлива идёт? Скорее всего, он бензонасос-то новый суток. Там, видимо, опять что ли забилось этот топливоприёмник что-нибудь? Возможно. Короче, сейчас дунем компрессором топливоприёмник. 20 минут later. Москвич сейчас, скорее всего, почуял неладное. Мы собирались ехать на металлоприём, когда он боялся остаться там. Ничего страшного, пока ещё поживёт. А ещё, знайте, нахождение рядом с говняшом убивает. Голубь чётенько сдох. Так, ну мы сейчас компрессором дунули. Там аж до 2-3 бар поднималось давление. Вначале потом раз и пробилось. После этого всё норм. И он долго ещё воздух высасывал. Сейчас он переливает. На мотаж полный пачок. Естественно, здесь всё капает. Ну, короче, с уровнем надо будет ещё поиграться. Но главное, сейчас топливо подходит. Поехали дальше. Вот, нормально едет, кстати. Ну, вот и вся проблема-то была. Он голодал из-за отложений. Баки, которые опять набились на топливоприёмник. Поехал как, а? Блин, для меня открытие года, пацаны. Как едет говнич. Вон, гетер даже не успевает за мной тут. Он не поспевает, смотрите. Ушёл, ушёл. Пацану нужна помощь. Никогда бы не подумал, что приеду на металлоприёмку на пару с ветром. Москва, город Контаст. Ну, он опять обоссался, короче. Причём... Ого! Да там прям капитально. Прям хорошенько обоссался. А знаешь, почему? Потому что расширительный бачок у нас ниже, чем всё остальное. Он должен быть выше. Какая-то убогая шароёбская теория. Пойдём металл сдавать. Пойдём. Нет, бензин. Поперёшь. Всё продумано на этот раз. Вместе с тележкой. Хорошая тележка. Так, покупай! Дед Мороз с подарками пришёл. Говной воняет немножко. Вот латунь. Латунь? О, ну вот они ещё три. Латунь у нас по 160 рублей. За чего? Ну там всего ничего, но всё равно. Больше же целист, чем фермент. Блядь, 11 рублей. Металл, да? Это печально. Зато доллар 50 рублей, пацаны. Заживём, говорят. Хрен азду. Всё, Максон, давай вдвоём, наверное. Ещё менее, да? Да. Богаты будете. 57. Вот алюминий ещё. 6 килограмм алюминия. О, 6 килограмм алюминия. Это у нас что? Это 600 рублей где-то, да? Ребят, отебедись для меня. Так, целый день работы. Сортировка этого дерьма. Макс. Деревянный, реально. Всё, спасибо, счастливо. Вот таким макаром мы заработали целых, по массиву, сот рублей за целый день сортировки этих титолей. У меня слов просто нет. Можно было вообще этим заниматься и в мусорку отправиться. Ладно, сделали уже. На улице 32 градуса. Самое время от дуэтелить гивнича. После мойки сделаем небольшой перерыв на ланч. Перед этим я прокачу Макса и вас, наши дорогие сабы, на гивниче. Чтобы вы прямо прочувствовали всю мощь духом. А нам и чё? А нам и нормально. Мы же русские люди. О, подрыв есть, давление масла тоже, всё остальное херня. Датчик температуры, он как-то прям чудит совсем херня. Наверное. То он кипит, то не кипит, то всё замечательно. Да всё. 40. 60. 50. Хоть сейчас, но мы не восток, да? Да, конечно. Поехали. Какой день? Тормоз пропал. Опять газ подлипнет лучше. А второй дроссель почему-то был на подлипе с маслом. Второй манюки. Михаил Круг слева. Вот это встреча. Владимирский централ, ветер северный. И вот смотри, он опять температуру показывает около сотки. Судя по тому, что мы не истекаем, пока всё в порядке. Но это не точно. Сейчас запаркуемся. Она скрипит резиной при малейшем случае. Он опять закипел. Мы слышим чайничек. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это вон, чайник. Мы Мишу Круга пригласили. Вкусный чай. Я без понятия, что ему ещё надо. Он уже едет, нормальный едет. При этом кипит всё равно. Макс что-то нашёл под сидением. Очередной кулек с дерьмом. Я очередной бензонасос. Да ну. Ну, ему плохо. Он был? А, так это что, бензонасос, который я, собственно, эксгумировал с этого москвича. Я просто поплопаю. Там ещё кучё-то. Там секс. Ну, кариполь. Кто-то любил пожёстче. Подшипники. Это у нас, получается, рабочий цилиндр, что ли? Сцепление или что это? Заверни обратно. У вас двойня. А тройня? Чувствуешь себя не ловушь, Ербан? Жаль, они денег не стоят. О, это серикены. Да всё, в принципе. Там на металл можно сдать. Тебе прямая дорога в дурдом. У меня тут на базе произошёл эксцесс, в процессе которого одна из волк, если быть точным, турка, скатилась в говничку. И вот мы сейчас исправляем процесс. Лебанушка, ты чё сделал? Перебор, перебор, Макс. Лучше от этого не стало, я скажу. Но всё же это лучше, чем огромная вмятина. Ну что, guys, наконец настало время продать нашего замечательного говнича. А он не обошёлся в 0,10, если быть точным. Потому что, я так посчитал, даже заработок запчастей, естественно, перевалил за его стоимость. Стало время его продать. И вы не поверите, вот только что происходил первоосмотр. И вот наши гости, дорогие, которые уже, по-моему, созрели на его покупку. Машина была выставлена за 65 тысяч рублей. Я знаю многих мудаков, но таких охуенно тупых, как эти двое, не видал ещё ни разу. И мне, честно говоря, начали срывать телефон, чего я вообще не ожидал. Приехали ребята, которые приезжали ко мне пару месяцев назад за колпаками на 31,10. Волга за 300 рублей. Если бы не эти колпаки, то этого осмотра, возможно, бы их и не было. Ну что, парк, вердикт? Наш вердикт такой, что эта машина получит птичку «Солнышко». Дурдом. Её необычный покрас. И я считаю, что на каждый день данный автомобиль прослужит вам не один год. Мы его берём. Поздравляю вас с приобретением. Молодой человек, он поздравляет друга. Просто заинтересованное лицо. А я думаю, слова. Я думаю, вы проведёте время с большим фаном, честно говоря. Потому что столько приколов ещё в этой машине, пацаны. Чего мы ещё знаем? Чего я не знаю, вот чем прикол. Но мы обязательно узнаем. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну что ж, автомобиль продан. Произошёл что? Русский ресейл. Let's celebrate and suck some dick. А на сегодня это всё. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте оставлять комментарии, ставить пальцы вверх. И следите за нашими соцсетями до следующего ресейла. Удачи вам с ним. Парни максимально постироничные. Отдают себе отчёт, что они купили. Фу, ну и вонь. Фу, ну и с ним не ожидали. Фу, ну и с ним а вон. Фу. С ним неизбежал.